Добрый день! Что вместо въем? Давайте сюда займем. Здравствуйте, можно? Добрый. А ну поскольку там начальника нет, убежала, да? Я увидела, убежала. Хорошо, подождем писта. Наша песня гармоневая. Куда я могу прийти? Сюда. Но, знаете, давайте мы не будем сменути пока еще. Давайте мы сейчас позовем юристов. Давайте я вызову полицию сейчас. Можете вызовать полицию. Это ваш правый. Спаская. Сейчас я позову юриста. Муша. Да, позови Сашу, пожалуйста. А где Жихарева? Давай я живу. Жихарева в отпуске. Здравствуйте. Что? Город Полтава. Улица. Я сейчас звоню со Спаской 9. Служба облику реализации КП Полтава Водоканал. Здравствуйте. 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 Группа лиц, судя по всему сотрудникам, облику реализации КП Полтава Водоканала вымогает деньги. Вот. Записываю. Это же не житель, что говорит человек, да? Группа лиц вымогает деньги. Представляете? Да, да. Ну, тут совсем неадекватна у нас ситуация. Я не понимаю. А сумму? Сейчас я вам скажу. Чего так себе листи? Я не понимаю. Не понимаю. Это просто абсурдно. Там борги человека. Вы борги не доказали еще. Сейчас будем разбираться. Вы же в прошлый раз в феврале не захотели. Давайте в присутствии полиции. Что не захотели? Еще раз. Ну, это же серьезно. Ага. Спасибо. Ну, давайте тогда вызывать службу безопасности. А причем-то службу безопасности? У нас есть национальная полиция в Украине. Я понимаю. У нас свои тоже медленники. Пусть присутствуют. А они меня бить будут? Или что они со мной делают? Просто поприсутствуют. Пусть поприсутствуют. Давайте попробуем разобраться ситуацию. Мы пробовали разобраться. С 15-го года. Не, в 15-м году, пока Критович был, вопрос был закрыт. Какой вообще? Какой вопрос? Значит, смотрите. Граждане насчитывают норму за то, что якобы не поверен счетчик по периодической поведению. Да, это по правилам. По правилам. А счетчик не поверен по чьей вине? По вашей. По моей? Да. Это ваше имущество. Вы ко мне звонулись? У вас есть пафта на счетчик, и вы должны сами его поверять. Я? Раз в три или четыре в год. Закон Украины про метрологию это метрологичную деятельность. Вам известен? Порядок подачи. Да. Засоби вымиривальной техники на периодичную поверку. Да. Чем регламентирован? Я в курсе. Чем? Ну скажите. Раньше был заложен в тариф. Подождите. Мы говорим не о сумме за поверку, мы говорим о порядке подачи. Добар утримания войны на ком лежит? На собственнике имущества. Есть законодательство. Я говорю, почему вы до сих пор не обратились в суд с 15-го года? Вот мне интересно. По поводу чего? Ну вы же пишите уже на подъезде, расклеиваете, что вы обратитесь в суд. Гражданка Жихарева, если мне не изменяет память, тоже писала в письме, что обратиться в суд. Ну где суд? По поводу чего суд должен быть? Я ж не знаю. По поводу задолженности? Да. Ну значит будет. Давайте. Встретимся там. Ну хорошо. Я понимаю, но вы же не один абонент. Понимаете? Зачем вы пугаетесь, если вы не доказали? Ничего еще. А что доказывать? То, что вы пользуетесь водой и... Я? Хорошо. Я задам вам вопрос. Полтава Теплоэнерго не имеет абсолютно никаких претензий по поводу неповеренного своевременного счетчика, что он должен был делать. Ну, Полтава Теплоэнерго – это Полтава Теплоэнерго. Подождите, а вы же добавляете еще за канализацию, за горячую вовну? Ну а я... Сейчас будем все читать. Есть постанова кабины номер 630, закон про коммерциный облик, закон Украины про метрологию и метрологичную деялесть, постанова 474, которая действует в полном объеме на сегодняшний день до сих пор. Я понимаю, так а зачем это за шоу устраивает? Что вы не хотите выполнить постанову 474? КП Порт Полтава Водоканал. Вы к нам как-то обращались? Обращался неоднократно. Я вам даже скажу, обращался... Ну нам же направляли проповерку. Укрпошта не выдала, бо неверно вказані паспортні дані. Ну вы бы нам позвонили? Я позвоню. Я за вами бедать должен. Чем это регламентировано? Вам не выдано ОКПО, что? До сих пор. Значит, те петели, которые вошли. Не, не ко мне. Если вы неверно вказываете дані людини... А откуда мы можем эти дані взять? У вас договор есть. А два? Персональний дані. До того, как пришли ребята из восточных областей Украины сюда, вопрос был сокрыт, никто ничего не хотел. Был потом... Был потом... Был потом... Нет. По поверки счетчиков. Сказали, ну... Законодательство такое, мы ничего не можем сделать. Потом был у вас начальником гражданин Редько АА, который обвинил меня публично... Вы знаете, я не знали... Вспомните, можете в ютубе посмотреть. Я не могу, вспомните, не могу. Который публично обвинил меня в даче взятки. Потом была гражданка... Скажите мне. Сейчас я найду. Вы знаете, я... Я не знаю. Я здесь не знаю. Вы видите, Ажихарево куда делаешь? Что-то случилось? Наверное, как-то период отпусков... А, вы замещаете. Да. Отлично. Люди катканопольничные могут... Так, Войтенко ЛМ. Последний раз я обращался 26-го. Войтенко сейчас нету на рабочем месте. Замещающая особа должна быть. Кто? Ну, кто-то я не знаю. Давайте как-то работать, обсуждать. Аживую. Если... Мне... Это же Ваша обязана. А что мы будем... А зачем мы на камеру обсуждаем вопрос? Меня обвиняли здесь уже один раз в даче взятки. Кто? Гражданин Редько АА, который занимал должность... Это было два года назад или три. Я хочу, например, чтобы меня снимали. Для суда. Мы же будем в суде встречаться. Почему? Чтобы вы потом не говорили, чтобы вам этого не говорили. Ну, при чем тут это? Я не помню. А чего вы боитесь? Я ничего не боюсь. Вы, в данный момент, по Садуне особо. Я не занимаюсь ничем. Я отстаиваю свои права. И требую, чтобы вы выполняли действующее законодательство в Украине. А что мы сейчас должны сделать? Я не знаю. Вот эту цифру. Вот эту цифру. Вот эту цифру. Что с ним надо сделать? Привести в соответствии с чинным законодательством Украины. Давайте мы разглагуем лечильник. Вы его поверите. Если ваш лечильник будет предатным, вызнан. Когда вы его располагируете? В какой порядок? Напишите заявление. Я писать заявление? Ну, конечно, должно быть ваше поваление заявления. Как вы можете сами прийти к нам? Вы это читали? Я вам еще раз говорю. Вы должны. Вы должны предоставить доступ. Мы не имеем права для вас. Каким образом вы должны обратиться на свою личную поверь? Стоп. По чьей вине? По чьей вине? Вы же подписываетесь в акте. По чьей вине? Вы вернулись до меня? Я не отримал. Не перебивайте меня. Значит, у вас есть авто пломбировки лечильника. Я не возражаю. Я не возражаю. Я не возражаю. Там че не по-билому написано? Державно. Да. Наступна поверка. То диток. И вы подписалися. От предприятие таким чином. Да. Даже не возражаю. Это ваш обовязок. Да. Вы вас попередили. Таким чином. Таким поверком. Сейчас будем читать полностью нормативку. Будем. Ну а что вы будем читать? Я еще раз говорю. Да, я вот. Документы есть. Вы же не хотите. Там тоже написано, что лечильники, которые не пришли под поверку. Секундочку. Не допускаются до розрахунків. Мне вопрос. Добрый дядь. Добрый. А вы кто? Я абонент. А вы кто? Не надо вот так. Да. Служба из запасы. Очень приятно. А что вы там делаете? Я полицию вызвал. Это его документы. А что вы делаете в документах? Это мои документы. Не важно. Так выйдите со своим документом. И занимайтесь там. Я пришел выяснить вопрос, почему мне насчитывают непонятно какие деньги откуда-то. Но не так его выясняют. Пожалуйста. А как выясняют? Там абоненты отправятся ровно сюда. Почему? Отправили сюда? В окошечке вас примут. В окошечке примут. Я скажу. Цифра неверная. Принимайте показники лечения. Ничего неверная цифра. Они вам выдавили что-то начисляли. Еще раз. Еще раз. Так. Вы обращались вы туда? Я обращался с 2015 года. Ну так сейчас 2018. Все поменялось. Законодательство тоже. Вот. Действующее на сегодняшний день законодательство. Закон Украины про метрологичную деятельность. Раздел. Отсинка. Ведповедность. Поверка. Засыпи. Вымиривальные техники. Статья 17. Я же вроде бы помню. Она бы направляла. Затufen 5. Порядок подать таких засоби на периодичную поверку обслуживания та ремонта. Порядок оплаты за периодичную поверку обслуживания та ремонта демонтаж, транспортисты. Установляется Кабинетом Министров Украины. Да. Порядок. Прямая ссилка закона. Постановка Кабмена номер 474, про затверджение порядку подать засоби в Измиривании техники на ПО обслуживание та ремонта. Читаем. Мне полностью читать документы? Я сейчас прочитаю, если вы не знаете. Вы что, пришли сюда учить нас? А что с вами делать? Вы же насчитываете просто из головы, просто как будто я вам что говорю. Вы, извините, суд или специалист в этой области. Объясните мне, на основании чего насчитываете цифру. Вы сначала мне объясните, на основании чего вы сюда зашли. Я пришел на основании того, что цифра в платежке указана неверно. Для абонентов существует абонентский отдел на первом этаже. Вы туда обращались? Неоднократно. Вы сегодня туда обращались и не буду. Есть же начальник, который это подтверждает. В феврале мы были здесь, общались с гражданкой Войтенко, которая обещала выполнить постанову номер 474. До сих пор это не выполнено. По чьей вине они поверены счетчики? А что она должна сама прийти поверить или не помню? Что она обещала? Хорошо, читаем. Пункт 1. Цепь порядок, изначаем процедуру подняться. Это подтверждено, что она обещала вам поверить. Вот видите документарь. Вот для этого у нас ведется видео. Все, все, все. Граждане Жигари, сейчас нет. Значит сейчас прийдет полиция, мы все это напишем. Шановный абонент, смотрите. Поверка у вас должна была быть в 14-м году. Совершенно верно. Правильно. На момент, когда вы должны были сделать поверку, постанова Кабинета Министров еще не вступила в силу. Дальше, дальше. И мы вас попередили актом, актом про принятие. Не в силу не перебивайте. Порядок, подождите. Порядок, почитайте, когда вступила эта постанова в действие. А вы знаете? Хорошо, Конституция есть в Украине. 8.09.2014 года. А постанова Кабинета Министров еще? Совершенно верно. 1 сечня, какого 16-го года. Подождите, где-то написано в таком-то законодательстве, что я должен написать вам. Мы, наверное, начнем с того разговора. Мы начнем с того разговора. Значит, прекратите всякое общение с этим гражданином. А, вызывайте полицию. Я уже вызвал. Будем ждать полицию. Начнем с того, что абонент должен подойти в окошко в абонентском зале, получить разъяснение по своей квитанции, а потом писать дальше. А приходите сюда и выясняйте отношения. Я уже здесь был. И в письменном заявлении. Приходите сюда и выясняйте. И вы не имеете никакого права с прессой или без прессой. Это внутренняя работа водоканала. Ты принимаешь на громадском? Это не громадском. Не громадском. Здесь громадян принимают? Громадян принимают на первом этаже. А там нет? И здесь нет. Там примет начальник службы тогда, когда он примет решение. То есть я должен отпрашиваться с работы для того, чтобы... А вы что должны ворваться в кабинет? Я не ворваться. Я зашел. Подождите. Вы зашли сюда. Я здесь не врывался. Вам давали разрешение на съемку. Вам давали сюда разрешение войти. А какое разрешение? Сейчас приедет полиция. Вам разъяснят. Подождите. Не надо мне ничего разъяснять. За 30 лет до государевой службы я знаю... А вы милиционер или военный? Нет. Я не милиционер и не военный. А в ФББ служили? Не важно где я служил. Как это не важно? М Lego из Универс SMITH. А наверное тоже. В Бендерных. Да или еще что-нибудь. Вы еще что-то хотите сказать? Я много чего могу сказать. Так вот будете говорить вот так внизу. Нет. Вы мне не будете указывать. Вы мне здесь разговаривать никто не будет. Вы будете отдавать приказы своим подчиненным но никак не мне. А меньше было будет изменить этим noodles. Я отстаиваю свои правила. Какой положение перед женщинами. Не прочать измирно оставить. Вы не будете здесь качать права. Я не качать права здесь буду. Это мои конституционные права. Вы их не выполняете, если еще законодательство Украины, вы их не будете попонять. Паспорт сказали, извините, данные вказаны неверно. Была отметка сделана на конверте, мы даже его в руки не взяли. Для уточнения данных и повернутого, наверное, отправника. Какие ко мне вопросы? Ну, видите, вот уже мы нашли какого-то охранника. Я же вам сказал, я не закупоряю, приходите, снимайте. Вы понимаете, что если вы указываете неправильную фамилию, есть паспорт, это уже два разных человека. Вы это понимаете или нет? Это процессуальное действие, процессуальная норма, процессуальная процедура. И с певробитной Укрпоштой не имеет права выдавать лист, адресованный иншому громадянину на представе документа, который засвечивает особу. У вас база данных была, договора были подписаны. Все документы у вас были. То есть, получается, вы уже потеряли базу данных, с персональными данными. Почему тогда так? Кто виноват? Халатность сотрудника. Здесь человеческий фактор. Так получается. Тогда я здесь причем. Я говорю, это первый пункт порядок подачи. Мы еще не пришли ко второму пункту сгидноуплаты. Это дальше будет еще интереснее. Вы даже не можете выполнить самое простое, самое первое. Я только что вам объяснил. Согласен, не вопрос. С 2014 года. Ничего не поменялось. Вашу повезду. Как именно приходить? Что делать? Это не было оговорено в законодательстве. Я вам только что озвучил Конституцию Украины. Я хочу, чтобы вы сейчас приседали 15 раз передо мной. Просто так. Просто так. Видите, вот вы так же хотите, чтобы я просто так пришел сюда к вам. Нет такого. Почему? Я у вас еще раз спрашиваю. Когда был генеральным директором господин Критович, этот вопрос был закрыт в 15-м году. Общался старший экономист, по-моему, Лысенко АЕ. Мы с ней вот так на камеру. Я лично сам уже без... Еще первый раз приходил. Все. Дальше было письмо Ведмова. За подписом начальника службы облику и реализации, который уже не работает. Ну, когда там у вас перетурбации в руководстве пошли. Есть письмо Ведмова. Запропонованный в день, в день и в час. Есть. Я вам его сейчас показываю. Не буду. Хочете суда? Пожалуйста. Будет суд. Я хочу отстоять свои права, которые предусмотрены действующим законодательством Украины. Через сколько вас ждать? Потому что люди тут уже над вами начинают насмехаться. Почему это? Ну, что полиция так долго едет. Вы же вызвали полицию, а полиция так долго не едет. Ну, что это такое? Как это называется? Хорошо, спасибо. Я же вам говорю. Сейчас. Сейчас. Вы же знаете неправдивую информацию официально. Ну, вот сведет. Сейчас я вам вот сведет, пожалуйста. Я могу предполагать так же, как вы предполагаете, что щорчик. Нет. Я покажете. Но сейчас неправдивая информация. У меня лечильник справный, или не справный? Правильно, я вам и говорю. Сейчас. Лечильник. Вы утверждали, что лечильник не справный. А вот мы не знаем. Вот вас и проводит этому на ногу. Секундочку, вы не знаете, вы не можете... И тогда, когда вы выполняете это с поверки, когда он будет официально, у вас будет талон, что где же стандарт, вы знали его придаток, я подальше до школы танцы. Я даже дальше. Фу, основная кабина номер 630. Смотрите. Пункт 10. Оплата послуг за показаниям засобов облику воды, встановленных в квартире або водинку судебного дипа, проводится лише в разе здействия облику в всех точках розбору холодной и горячей воды и траги на дальше. Справление плати за нормами, нормативами споживания за наявности квартирных засобов облику без урахования их показаний не допускается. За вынятком випадков, предвиденых абзацом 5 пункта 15 этих правил. Виконавец, вы же виконавец за надание послуг, и споживач не мают права відмовлятися от врахования показаний засобов облики. Идем к пункту 15, и что мы читаем. Засоби облику воды и тепловой энергии, встановленные в квартире, и на вводе в багатоквартирный будинок подлеждают периодичные поверки. Периодичная поверка засобов облику воды и тепловой энергии проводится у строк, что не поверючи одного месяца. За этот час споживач оплачивает соответствующие услуги в таком порядке. Ну, по среднем месяце не идут, потому что противоречие 44, обменный счетчик должен быть. Проходим. В разе несправности засобов облику воды и тепловой энергии, что не подлягает усунению, плата за послуги с момента ее выявления относится с нормативами споживания. Вы установили, что счетчик несправный? Нет. Вы просто не поверили. Причина, какие не поверения, не поставится. Вы не поверили. Еще раз. Причина, мы вас перевели не с 14-го, а с 14-го, а с 14-го, я вам еще раз объясняю. Было письмо, я общался с гражданкой Лысенко, АЕ. Вопрос был закрыт. Мы не можем выполнить норму закона. Вы не виноваты, извините, до свидания. Мы больше так не будем. Поменялось руководство. В результате наша песня Гармайнова. Я говорю еще раз. Я у вас спрашиваю, 10-й тысяч, почему вы не звернулись в установленный строком и чином порядок? Смотрите. Вот таким образом теплоэнерго. Полтава теплоэнерго. Персональные данные, закрытые. Персональные данные доступны для будь-кого. Ну еще разнимаете. Смотрите. Чтоб не было вопросов. Давайте так. Нет. Я не имею права. Не имеете права. Отлично. Стоп. Стоп. Давайте вернемся сюда. Знакомые к ним? Нет. Там есть члены законодательства, есть там... Есть, есть Конституция. Стадия 34 пишет. Кожен має право вільно збирать, зберегать, використовувати и поширювати информацию вкусного письмова. А полвищий спосіб на свій выбор. Вас занимати без нашу жизнь? Нет, мы тут в кабинете, они же сразу живутся. Поднимайтесь, пожалуйста, на второй этаж. 206 кабинет. Здесь нету все, обосновывайте. Нет, ну вот они тут... Нет. Это не цивильно провели. В данный момент уже нет. Правильно читаю? Старки, вот статья 34. Да, да, да. Ну вы согласны с этим, что здесь написано? Вы согласны с Конституцией Украины, что здесь? Не знаете право меня допытывать? Я вас спрашиваю. Станьте на своем месте. Станьте на своем месте. Просьба. Ну вы имеете право открыла. Смотрите. Алло. Роберт Михайлович. А вы, господи юристы, где вы у нас все поделись? Потому что, ну... Да, 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 да. Ну, насильно не собираются из кабинета. Я хочу выяснить вопрос. Здесь вот уже журналисту корешкоджают деяльности. Тут есть журналист, о ком он корешкоджает его деяльности. Да, да, вот в кабинете стоит журналист по свечениям, о ком он корешкоджает деяльности. 206 кабинет на втором этаже. 206 кабинет на втором этаже. И вот это конституция. Пункт 34, второй абзац. Ну, ждем же полицию. Вот, я понимаю, просто женщина у меня запрещает. Ну, человек начинает снимать просто. Я не начинаю, я снимаю постоянно. Ну, тогда я думаю, вы не можете снимать без абзац. Не снимает, а проводит видеофиксацию. Ну, ну, не может, и видеофиксация. Ну, очень стесняется камерами. Ну, это бывает, не, не бывает. Ну, это все не может стесняться. Давайте дождемся полиции. Я же не буду сейчас стоять вас консультировать. Не, не, а? А почитайте там стаття 32, а там тоже в Конституции есть. Никто не может зазнавать внутреннее втручание в его особистое семейное життя. Кроме випадков, предпоченных Конституцией Украины. Скажите, это ваша квартира? Почитайте. Читаю. Что дальше читать? Какой путь? Ну, по-перше, смотрите, вы сейчас займаете час. У нас не было домовленностей, что вы до нас прийдете. Не могу. Не пацюйте. Извините, пожалуйста, это что, час не лавочка? Нет, ну, есть же часы приема у нас официальные, правильно? Не, ну, так а сколько это будет провожать? Не, ну, подожди, просто отменять часы. А еще что было, смотрите, техническая перерывка. Я сюда который раз, я уже в четвертый раз сюда прикажу. Ну, это уже инше питание. Как приедет? Сколько же можно? Сколько же можно? Давайте полиция приедет и мне объяснит, что я не имею этого права делать. Я действительно хочу довести до відома, что габонент неправдивно надав в телефонном режиме информацию, сказав, что мы тут насмехаемся над полицией. Да, добрый. Каждый гражданин имеет право знакомиться с органами здравоохранения, органами местных. Добрый день. Я не знаю, он вызывал, но я вас взял. Местерина в садуане остановок и организации с видомостью мы пришли. А молчите! На полицию. Значит, гражданин пришел сюда без разрешения, парализовал работу отдела абонентской службы, МОЗГ. Вместо того, чтобы на мое предложение спуститься вниз в абонентский отдел в установленном порядке, предъявить квитанцию, решить свои проблемы, а потом, если это необходимо, обратиться к вышестоящему руководству, он не реагирует. Его возмутило то, что начальник службы безопасности или бывший КГБшник, или бывший милиционер. Бывших милиционеров не бывает. Или что там еще. Понимаете? Вот это вот... Все, теперь я вам могу сказать офицеру. Просто на сегодняшний момент и сейчас у меня просьба разблокировать работу отдела службы. Есть установленный порядок. Я вам сейчас слышу. Значит, смотрите. Как вам обращаться, простите? Алексей меня зовут. Алексей, значит, смотрите, суть в чем. Счетчики на воду должны периодически поверяться. Вы согласны? Ну, может не согласны, вы не знаете. Ну, то есть... Данные все работы, связанные с периодической поверкой счетчиков, законодателям, возложены на доводча послуг, похолодной в данном случае в воде. То есть вода канала. Они обязаны следить, когда их поверять, что с ними делать и так далее и тому подобное. Данные граждане, в каком там, простите, году вы говорите, счетчик не поверил, ну, то есть это не мое, мне это не нужно. Это их работа. За это они получали деньги. Вот. До, скажем так, 1 января 2016 года порядок обращения не был прописан законодателям нигде, никак и вообще, ну, не было. То есть, что я должен сюда с поклоном приходить, куда-то обращаться, что-то писать. Этого не было. С 1 января 2016 года возложено, расписано, можете ознакомиться, полностью пошагово, как они должны себя в этом случае вести. Смотрите, первый раз я обращался, сейчас я вам скажу, ну, это было при другом генеральном директоре, Полтавском. Обращался с 17.08.2015 года, был старший экономист Лысенко, АЕ. Пообщались, вопрос был закрыт, никто, никому, ничему, ну, не могут они выполнить норму закона. Ну, вот так же, как, допустим, они говорят, вы нам должны, я вот сейчас, если абстрагируемся, я говорю, поприседайте передо мной 20 раз, просто потому что я так хочу. Вы же этого не будете делать, правильно? То есть, это не прописано, вот то же самое. Далее, сменили руководство водоканали, появляется новый, а, ну, у меня там еще есть письмо видного начальника облику реализации, ну, это для суда бумага лежит. Пришел, был начальником гражданин Редько АА, 22.08.2016 года, это пришел уже второй раз сюда. Человек всего лишь навсего обвинил меня в даче взятки публично, в ДЗ этим занимались вопросом, и все. Ну, то есть, сдвигов никаких. Дальше, они дальше продолжают насчитывать, уже с первого, ну, уже 8 месяцев, 9, почти работает порядок подачи. Прихожу сюда в 20-х числах февраля этого года, 18-го. Я говорю, ребята, выполните вот эту постанову, мы будем работать, ну, по закону, я не обязан к вам ходить. Я три раза уже пришел, потратил свое личное и рабочее время. Ноль. Я пришел уже четвертый раз, ребята начинают, продолжают считать дальше и дальше, они уже стали пугать тем, что они отключат воду. При этом они обещали обратиться в суд, в суд почему-то они не обращаются. Вот возникает вопрос, в законодательстве все прописано, что ко мне, ну, что вот им они обязаны делать. Не хотят, как я это должен расценивать? Причем самое интересное, за невыполнением вот этого законодательства предусмотрена административная ответственность. И там цифры прописаны, кто, сколько должен за это заплатить. Вот, ну, там сейчас татуя Войтенко ЛМ или Войтенко, простите, эти ударения ставить. Нет, получается, тут две дамы сидят, сказали обратиться сюда. Я вас услышал. А кто, вы говорите, журналисты с вас? Я. А можно, пожалуйста? Да. Офицер, можно вопрос? Я, или даже без журналистов, могу проводить здесь видеофиксацию? Павел, да. Я думаю, вы просто имеете ответственность. Я просто хотела бы сказать, что есть... Нет, без журналистов, наверное... Почему? Это режимный объект? Ну, как бы человек, это обробка персональных данных. Подождите. Если есть человек, это как минимум не приятно. Нет, человек на работе. Ну, я понимаю. Человек на работе. Человек на работе. Человек на работе. Хорошо. У нас обробка персональных данных. Они же даже не выполняют вымогу закона про персональные данные. Смотрите. Ну, что... Подождите, давайте... Давайте. Если можно, немного, да. Ближе к делу. Потому что снимать, снимать, пожалуйста. Вы снимаете, есть журналист. Вы просто, я думаю, поэтому быть не должно. Ну, людей есть, они не хотят, чтобы тут проводилось. Какие у вас претензии? Я... У меня претензии для того, чтобы люди действовали в рамках... Я понял. Вы хотите написать заявление? Естественно. А хотите... Пояснение причетных осип? На месте, да. А... Ну, на месте нет смысла выписать. Давайте спользуемся. Вот у нас стоит служебный автомобиль. Дальше. Если я хотел. Потом я передам это заявление... Ну, ваше заявление. Я на прошлой неделе вызывал патронную. Патронная приезжала. СМС сейчас приходят с регистрацией? Я... Ну, раньше приходили. Сейчас приходят. Нет. По-моему. То есть люди будут дальше... Перезвонить человек, который будет этим заниматься. Дальше будут вымогать. Это Ленинский отдел. Ну, если дальше это дело выйдет, то не будет. Смотрите. У вас в открытой форме кто-то вымогает зараз гроши. Вот. Ну, вам погрожают чем-то. Погрожают выключением воды. Да они же в суд не хотят. У нас же правовое государство, презумпция невиновности. Я понимаю. Так мы же их тоже в суд не поведем. Понимаете? Да. В данный момент есть посадовые особи. Смотрите. Посадовые особи с четкой структурой организации, распределением ролей. Кто-то за что-то отвечает. В количестве больше двух людей. Видите, начальник, замначальника правовая поддержка, ну, какая-то физическая поддержка. Такую группу людей. Организованные. Организованные. Я понимаю. Все, что я могу вам запропоновать от себя, от патруля полиции, это спуститесь написать заявку. Далее я ей передам дороговиделку, там за вами завяжется следствие. Следующий вопрос. Если вот эти граждане пошлют кого-то, кто-то отключит. Не, ну, в квартиру попасть без решения суда они понятно не смогут. Потому что, не, ну, будут ломиться это что-то. Ну, хорошо стояк отключат. Что с ними тогда делать? Не зрозумяю. Просто перейдут и вы отключите? Не, ну, стояк общий, допустим, на 9 и тоже. Это не законно будет. Они так не считают. Ну, так? Если вы отражаете, то у них я на тебе поставлю так не уважаю. Ну, если вы отключите стояк. В квартиру вы ко мне не попадете, вы не имеете права без решения суда. А решение суда на основании чего? Я же вам только что рассказал. Поведомление они, возможно, они утверждают, что это было поведомление. Она давалась, смотрите, нюанс. У нас особу засвечивает документ, ну, первый паспорт гражданина Украины. Правильно? Вам приходит, к примеру, заказное письмо, где написано, кому адресовано. Мы приходим, ну, адрес приходим в Укрпошту. Працовник Укрпошты, надайте, будь ласка, документ, который засвечивает особу. Надоем. Читает, говорит, вибачьте, персональные данные вказаны неверно. Мы не можем вам выдать этот лист. И отправляют с позначкой для уточнения данных. Граждане говорят, что я отказался. Что мы делаем дальше? Я отказался его получать или граждане сотрудники Укрпошты? Михалыч. Михалыч, да? Я отказался вашу позицию, почу позицию всех людей, я понимаю, ваше питание это. Тому давайте спустимось, напишем заяву, напишем пояснение. Я передам, они мают право не давать пояснение, стосовно сил, членов своей семьи, а также близких родичей. Згодничать с третьей степени, мы право вымагать от людей давать какие-то пояснения, стосовно этого. Писать мы будем долго, так офицей. Что, скажите? Тут писанин не будет часа на полтора. Ну, это заяву и пояснение. А потом, я передаю эту заяву и пояснение. По территориальности, да. По территориальности, это Ленинский работа. Ну, это Шевченковский. Шевченковский, это Октябрьский. Подольский. Ленинский, Подольский. Ну, хорошо, ладно, искать концы. Это заявка, ну, дядя, до человека, которая будет заниматься вашей справой, вам затолкнуть. Вы придете, поясните еще раз ситуацию, поясните, ну, найдете свои видео доказания, которые у вас есть. В Ютубе уже как минимум три ролика лежат. И так далее. И, ну, соответственно, ответственная людина будет этим заниматься. Я думаю, ну, людина, как профессионал в этом деле. Будем надеяться, что профессионал. Кстати, офицер, скажите, пожалуйста, а у вас время реакции доезда сюда на вызов сколько? Потому что люди как бы говорили, что так долго, вы вызвали или не вызвали. Ну, мы что же самое. Ну, мы что же самое. Я был на... Не, ну, это... Ваша работа, то есть вопросов нет, вы доехали, мы дождались. Еще раз, я могу, когда по садове особой находятся на рабочем месте, проводить видеофиксацию нашего столкновения. Ну, если вы в институте Украины не просто знаете, что можете, то можете. Какие вопросы? Это же не ясно. Ну, я, например, в одной день, где есть часы приема. Это в нигде не прописано. Ну, ясно, часы приема. Давайте туда... Здесь три приемные. У вас есть абонентский отдел, который работает с физическими лицами. Все это находится на первом этаже. Человек самовольно прошел на второй этаж, пошел к начальнику отдела, по реализации. На второй этаж я, честно, самовольно прошел. Там даже таблички никакой, что в хитах сторонним особам... А, секундочку, офицер. Это коммунальное предприятие, которое належит громаде области, в том числе. Ему, 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 ему. У нас работы тоже никто не отдал. Время проема. Вы парализовали на два часа. Ну, это вы можете в суде потом. Хорошо? И вы тоже в суде можете. Да. Только вы обещаете суд не уже удобно. Я знаю наши права. Если вы не согласны с СССР, а вы живете в прокуратуру. Я не верю за документы. Это мои документы. Кстати, вопрос. Смотрите, по поводу захисту персональных данных. Вот этот отводоканал в таком виде бросают почтовые ящики. Персональные данные открыты для доступа. Пожалуйста. Полтава Теплоэнерго, гражданка Войтенко, гражданка Войтенко обещала, что будет вот так. Смотрите. Они закрыты. То есть люди раздают персональные. Они сейчас у них даже базы данных судя по всему нет, если они с ошибками. Кстати, самое интересное, если вот здесь почитать Теплоэнерго, счетчик по горячей воде абсолютно также не поверен. Но Полтава Теплоэнерго не имеет претензий, потому что они не выполняют то, что они обязаны делать. Люди просто хотят на ровном месте, чтобы им принесли деньги. Вот так им захотелось. Если абстрагироваться, поприседайте передо мной двадцать раз, потому что я так хочу. А не так, как написано в законе. Все. Так, еще один вопрос. Вы не представились, кто что вы. Я представился, а вы нет. Кому? Вам? Да. А зачем? Я представился, а я пришел. Я представил. Начальник Гачела не знает ни фамилии вашей семьи. Знает. Знает прекрасно. Тут абонентами. Валерия. Я ее сын. Мы представлялись в феврале. Скажите свою фамилию. Вам не буду. Для меня я со службой безопасности не общаюсь. Я общаюсь с сотрудниками службы облику и реализации. Служба безопасности вы где-то обеспечиваете безопасность. Какой законодательство? Что я могу сделать? Я же пришел не с вами общаться. Я пришел общаться с этими людьми. Вы имеете право остановить работу предприятия, да? Я остановил работу предприятия? Еще бы работало ваше предприятие так. Если бы работало ваше предприятие, Полтава утонет скоро. Это нам не вам судить. Нам судить. За наши деньги. Давайте не будем спать об этом. Я не знаю откуда вы приехали. Мы платим за это. Полтава скоро в дерьме утонет. Не в одном поколении. Я тоже. Вот человек нам сказал, скоро Полтава утонет где? Походите посмотрите по улицам. До чего вы город. Или вы еще денег хотите? Вы специалист. Я думаю многих вопросов, к сожалению специалист. Если бы я не был специалистом, я бы молча деньги принес. Я чувствую, что вы специалист большого права. Прикритовича вот этого не было. Не было Прикритовича. Приятного аппетита! Продолжение следует...